Дети, повинуйтесь своим родителям Господи, ибо сего требует справедливость. И вы, отцы, не раздражайте детей своих, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним, сказано в одном из апостольских посланий. Здравствуйте! Из вечной проблеме отцов и детей посвящена наша сегодняшняя беседа с митрополитом Саратовским Ивольским Лонгином. Владыка, восклицание о времена, о нравы актуально во все времена? Ну, судя по тому, что им пользуются вот уже несколько тысяч лет, то да. Актуально, потому что актуальна проблема отцов и детей, непонимание, недопонимание. Но эта проблема вытекает из того, что не хватает воспитания, неправильно ведется воспитание, чего-то недостает в воспитании или совершенно не связано с этим? И, так сказать, это все проблемы, которые возникают там в связи с тем, что человек достигает определенного возраста, недопонимания. Каждый раз, когда люди старшего поколения смотрят на молодежь, то, наверное, первое такое естественное желание, особенно если это твои собственные дети, это передать им результаты своего собственного опыта, да, точнее, те выводы, которые тебе удалось сделать из своих ошибок. А вот это невозможно, просто невозможно, потому что каждый до тех пор, пока все шишки на своей голове не набьет сам, выводов из чужих ошибок, из чужих шишек делать не будет. И вот это, наверное, было всегда во все времена, во всех поколениях, во всех народах, во всех культурах. И, наверное, это останется до тех пор, пока существует человечество. Вот если рассматривать отдельные какие-то цивилизации, испорченность молодежи, это один из признаков конца, скорого краха цивилизации. Мы знаем, что было несколько замечательных и великих, и очень плодотворных цивилизаций, достигших больших высот. В Древней Рим тот же, да. Во всем. И все они погибли, большей частью не от внешних каких-то врагов, а от внутреннего разложения. Вот. И одним из симптомов этого внутреннего разложения было, конечно, в повсеместной порче нравов, когда каждое следующее поколение было более испорченным, чем предыдущее. Поэтому вот здесь, как бы, я вижу две стороны вопроса. С одной стороны, как я уже сказал, недовольство и непонимание со стороны родителей по отношению к молодежи, оно некое такое субъективно-объективное качество, да. Оно как бы так субъективно по смыслу, но объективно по тому, что оно всегда присутствует. А с другой стороны, в рамках отдельной цивилизации, конечно же, есть некий регресс. Если цивилизация катится к закату, то некий регресс, он, конечно, очевиден. Владыка, а все-таки кто же отвечает за нравственное воспитание в большей степени? Семья, в которой растет маленький человек, или общество? Потому что мы часто слышим, да, вот, не занимаются воспитанием. Думать о том, что общество будет воспитывать наших детей, это какой-то достаточно наивный такой, наивный рудимент, ну, скажем, нашей прошлой жизни, да, при советской власти. Нам внушали то, что вот общество, да, вот именно общество должно воспитывать ребенка. Это, конечно, неправильно. Воспитание ребенка совершается в семье. Семья — это альфа и омега, начало и конец всего. Семья — это то место, где дети воспринимают все то, что они видят родители. Но вот вопрос в том, что мы понимаем по словам воспитания. Масса людей воспринимает, вот, вкладывает в это слово совершенно определенный набор действий, каких-то слов, реакций на те или иные проступки детей. То есть их надо учить, надо говорить, их надо останавливать, пресекать, вдалбливать. Ну, тут можно самое огромное количество привести действий, примеров. На самом деле воспитание, по-настоящему воспитание, может быть только одно, собственным примером. Вот мы хотим, чтобы наш ребенок вырос вежливым и честным, и искренним, да. Вот мы должны быть всегда при нем вежливыми, мы должны всегда быть искренними, мы всегда должны быть честными, мы всегда... и так далее. Вот ребенок копирует своих родителей, даже невольно, даже сам того не желая, даже, вот, может быть, ну, естественно, не осознавая этого, но все равно он будет копировать своих родителей. Если родители искренни, если они действительно вот живут так, как они учат его самого, все будет хорошо. Вот почему семья называется Малая Церковь, как в Большой Церкви, да, что такое священник? Это человек, который учит людей, ну, евангельским заповедям. Но если он сам по ним жить не будет, он будет медью, брицающей кимвалом, звенящим, да, потому что все его слова будут уходить впустую. Люди будут видеть в нем не пример, а наоборот антипример. Но все-таки мы имеем со взрослыми людьми, взрослые люди могут вот так разделить, скажем так, учение, которое преподает человек, и его самого. И то это не всегда получается, и все равно это, в общем-то, в конечном итоге плохо. А вот ребенок нет, он не может. Вот он, если видит, что родители учат его быть честным, а сами, прошу прощения, на его глазах где-то мухлюют, или что-то там видят себя неправильно, или вот по телефону, да, то он понимает, что ага, почему-то вот им можно, а мне нельзя. И как только ему исполнится вот какое-то количество лет, когда он почувствует, что можно, и ему тоже можно, вот тут он покажет, так сказать, в полной мере все то, что он в него, сами того не желая, родители вложили, хотя, может быть, намерения у них были совершенно другие, не хотели вложить что-то лучшее, более чистое, вот, а в результате вот получилось то, что получилось. Воспитание – это вещь необыкновенно сложная, вот почему, но в то же время самое действенное и самое эффективное, я имею в виду семейное воспитание, гораздо более действенное, чем воспитание в окружающем нас мире, хотя, конечно же, влияет он, еще как влияет, еще как влияет. И вот именно поэтому задача родителей заключается в первую очередь в том, чтобы заложить какие-то основы, некий фундамент поведенческий и нравственный, который позволит впоследствии ребенку, когда он уже становится подростком и когда он уже мирно на него воздействует непосредственно, оценивать все то, что он встречает в мире. Вот этот вот инструмент, который будет различать, что такое хорошо, что такое плохо, вот этот инструмент дать ребенку могут только родители, может только семья. Из личного опыта скажу. Я, начитавшись до Владова того же, да, мы не воспитывали дочь, мы ее любили. Японцы, до семи лет ребенок, это ангел в доме, не наказывать никак нельзя. Вдруг вижу, что мой ребенок, который живет в абсолютной любви, начинает ощущать себя центром вселенной, и всех, все семейство пытается подчинить себе. У меня смятение, захожу в храм и слышу апостольское чтение. Кто жалеет розги своей, тот не любит дитя свое. Эти проблемы во многом искусственны. Вот когда ребенок становится таким вот центром вселенной, он становится им потому, что он один в семье. Да, это правда. Вот если бы их было двое, трое, пятеро, там было бы никому ни вам, ни им, там все было бы естественным путем. Есть некий закон природы, да, установленный Богом. Вот, конечно, когда один ребенок и даже два ребенка, ну три уже лучше, но один или два ребенка, они получают то, что в принципе рассчитано на десяток. И они, конечно, не просто купаются, они захлебываются вот в этом, внимании, заботе, любви. Особенность хорошие родители, они действительно любят своего ребенка. Мы знаем, конечно, другие примеры. Вот, поэтому вот здесь уже нужно каким-то образом, наверное, регулировать вот самостоятельно уже вот этот кран, чтобы не переборщить. А что касается воспитания такими вот методами, о которых говорилось в древности и которые вы слышали, иногда бывает, что и это необходимо. Но пользоваться этим можно, наверное, с крайней осторожностью и очень редко. Потому что, вы знаете, даже словесные обличения могут просто надоесть и перестать оказывать какое-либо воздействие. Вот так устроен человек. Вот если его ругают очень редко, то он боится этого и как-то очень переживает. А если его ругают с утра до вечера, так сказать, сразу на полную мощность, включая вот свой аппарат, то через месяц и через два он просто перестает слышать это. Для него это становится обычным фоном жизненным, который, ну, конечно, он утомляет, он тяжел, он надоедает. Так же и все остальные наказания. Поэтому здесь надо очень-очень важно научиться дозировать. Ну, видите ли, я сейчас учу вещам теоретически, я же монах, поэтому мне как бы достаточно, вот мне самому немножко и неловко, и непривычно учить родителей тому, как нужно воспитывать детей. Единственное, что просто на моей памяти слишком много семейных драм, трагедий, которые вот прошли мимо моих глаз. Поэтому какой-то, так сказать, опыт есть, но все равно же, все равно этот опыт такой со стороны наблюдения. – Владыка, а может ли церковь воспитывать? Ведь сегодня многие именно этого ждут от нее. – Вы знаете, церковь ведь не занимается воспитанием профессионально, то есть она не ставит перед собой задачу воспитания, скажем, молодого поколения. Перед церковью есть только одна задача – проповедь Евангелия. А Евангелие – это Слово Божье, Слово Божье, которое обращено к каждому человеку. И оно обращено для того, чтобы помочь человеку стать человеком. То есть, вы знаете, можно жить и человеком не стать, прожить долгую жизнь. И, в общем-то, со стороны, может быть, даже кто-то этой жизни будет завидовать, но при этом не стать человеком. А Евангелие – это как раз книга, которая объясняет, как надо жить, чтобы быть человеком. И, естественно, если мы с юных лет начинаем прививать ребенка, именно прививать, не насаждать, не вталкивать, не вбивать в него, а именно прививать к нему вот эти евангельские ценности, то, собственно говоря, это и есть воспитание. – Родители отдают детей в воскресные школы. Школы такие существуют практически при каждом приходе. И надо сказать, вот, как человек, который следит за детьми, которые растут при нашем приходе, я вижу, что дети меняются. – Это очень хорошо. Самое главное, что есть в воскресной школе, это то, что называют таким немножко устаревшим наименованием закон Божий. Именно те самые евангельские максимумы, евангельские истины, которые все-таки детская душа воспринимает очень близко. И ребенок как-то по-особому воспринимает, по-особому реагирует на истинные Евангелия. Вот если правильно ребенка воспитывать, учить вот таким образом, конечно, он меняется. И меняется, естественно, в лучшую сторону. – Владыка, а вообще есть какие-то такие советы человеку, который берет на себя этот труд воспитания, ответственный? И действительно ли человек должен осознавать, что воспитывает он, а не воспитывает своего ребенка? Это напрямую зависит от того, какая будет его старость, какая будет будущность этого ребенка. – Совет один, главный для каждого из нас – это воспитать христианина. И вот уже исходя из этого, мы получим все остальные желаемые результаты. И старость, и свою, и своих детей. Если это будут христиане, она будет достойная. И наша с вами, и их старость будет достойная. И жизнь будет настолько, насколько это возможно в сегодняшнем обществе, христианской, цельной и такой достойной человека. – Спасибо, Владыка, за эту беседу. Если у вас есть вопросы к митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину, вы можете задавать их на портале «Православие.Современность» или присылать на адрес электронной почты, который видите на экранах. До свидания, ангела вам, хранителя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин